Продолжение следует... А вы в курсе, что в Сочи есть все условия для развития сельского хозяйства? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня в нашей передаче мы поговорим о комитете городского собрания Сочи по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству. И гость нашей студии сегодня руководитель этого комитета Иван Савин. Иван Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как работает сегодня комитет, который в депутатском корпусе 5-го созыва вы возглавляете? Ну, вы знаете, что городское собрание сформировано 2 месяца назад. В настоящее время комитет активно знакомится с ситуацией в городе по тем вопросам, которые нам в городском собрании приходится рассматривать, решать. Мы встречаемся с руководителями структурных подразделений администрации города, с хозяйствующими субъектами, для того, чтобы понимать в той ситуации, в которой мы находимся сегодня, если мы говорим сегодня о сельском хозяйстве, сельскохозяйственной отрасли нашего города. Ну, в двух словах бы хотел сказать, что, конечно, если сейчас выйти на улицу и поспрашивать многих жителей нашего города, ну, скорее всего, у меня ощущение, что могут сказать, что вообще сельского хозяйства в городе нет. Да, ну, такое, немножко незаметно. Но, к счастью, это не так. Крупные наши традиционные сельхозпроизводители работают. Именные такие и чай, и форелеводческое хозяйство, да, птицефабрика. Все они развиваются, работают, и свою продукцию, своей продукцией радуют жителей города и наших гостей. Вот, но мы чаще всего еще рассматриваем, что такое, ну, маленькие сельхозпроизводители, да, что делают наши фермеры, как задействовать жителей города, да, которые получили землю в личном подсумном хозяйстве. Но еще много вопросов. Ну, и, конечно, потенциал нашего города, как сельскохозяйственный, как один из экономики нашего города, он, конечно, не раскрыт. И здесь предстоит достаточно много скрупулезной, интересной и трудной работы. Поэтому мы начали с того, чтобы понять, в каком состоянии, и чтобы на следующем этапе принимать определенные решения, связанные со стратегией развития отрасли, да, с ее поддержкой, ну, или какими-то другими вопросами, которые будут необходимы отрасли. Вот какие отрасли требуют еще большего внимания сейчас, чего, может быть, не хватает в городе? На что нужно сделать сегодня главный акцент? Мы, конечно, хотели бы, чтобы овощи, значительная часть фруктов, да, зелень, животноводческая продукция, да, была с предприятий нашего города. Мы единственное место субтропика в России, да, где произрастают определенные виды растений, которые нигде не растут. Ну, я скажу так, лавровый лист. Сегодня у нас можно его выращивать, и если вы посмотрите на прилавках магазинов, даже города Сочи, да, не говоря уже о стране, пакетики с лавровым листом откуда угодно, да, только не наш. И здесь, ну, и еще можно многие позиции отработать, которые мы могли бы не только оставлять для себя, но и, ну, скажем так, выдавать стране, и вот эта некая программа импортозамещения, город мог бы сегодня те южные страны, которые по разным причинам от нас каким-то образом там отходят, да, или мы ставим задачу, чтобы это было российское производство, и город, мне кажется, мог бы занять определенную нишу и доли в этом рынке. Но все-таки как убедить предпринимателей заниматься сельским хозяйством и дать понять, что это выгодно, потому что все равно не так много у нас предприятий сегодня на рынке, и которые вот занимают эту нишу? Вы знаете, вот, ну, вопрос такой вот очень, ну, наверное, весомый и однозначно на него не ответить. Мы пошли следующим путем. Мы в настоящее время, вот я встречался с сотрудниками нашего Сочинского государственного университета, с другими людьми, учеными, которые в городе не один год занимаются вопросами сельского хозяйства, и мы поставили, ну, ряд, ну, таких, ну, множество вопросов, да, и хотим, чтобы люди, которые умеют систематизировать, которые знают определенные подходы, чтобы с научной точки зрения нам некие были подходы к решению этих вопросов, то есть как привлечь бизнес на село, да, как побудить, чтобы люди, проживающие на селе, занимались сельским хозяйством, чтобы это было выгодно, чтобы ту продукцию, которая не вырастет, она попадала на наш стол и много-много-много другое. И, конечно, здесь мы должны, ну, скорее всего, применять такую тактику, как частного государственное партнерство. То есть сегодня можно прийти, например, в село определенное, да, там, например, там, село социализм, и сказать, давайте выращивайте там клубнику, выращивайте цветы и так далее. Но первым вопросом, который люди зададут, мы готовы это сделать, но в этом селе нет воды, ни питьевой, никакой воды нет. Поэтому, конечно, мы сегодня, как город, должны сделать вот такую программу развития или стратегию развития сельских территорий и рассмотреть это комплексно. И чтобы на селе у нас появились определенные условия комфортного для проживания, чтобы было свет, вода, там, газ, да, определенные условия, дороги, это должно сделать по-любому, люди сами это не сделают, это должен сделать город, но при этом мы должны смотивировать людей на производство, что это необходимо, что эта востребованность есть для жителей, эта востребованность есть для санаторно-курортной отрасли. Но еще есть вопрос, переработка. И, конечно, вот здесь мы должны бы найти какие-то точки роста. Ну, к примеру, вот про тот же лавровый лист, если бы я сейчас говорил, что, конечно, я вижу, например, в следующем, что надо смотивировать, пригласить предпринимателей, у которых есть ресурсы, да, возможности, кто поставил бы перерабатывающий мини-заводик по переработке этого лаврового листа изначально, да, упаковка, расфасовка, досушка, какие-то вещи, связанные с санитарией, анализ небольной, фитоконтроль и так далее. И предложить людям, сдавайте, пожалуйста, лавровый лист, можно упаковывать, можете сами реализовать, можем у вас забирать. То есть это тоже один из подходов, сначала какую-то сделать точку роста и привлечь жителей. Вторая часть, где жители уже, вот мы говорим о потребительских кооперативах, очень часто. Но кооператив искусственный не создается, то есть должна быть мотивация людей, и кооператив это то, что каждый имеет свой там голос. Но если в каком-то селе, мы, скажем так, ну люди выращивают много цветов, то, конечно, они сами, по идее, должны со временем созреть на некий кооператив, который позволит им ну лучше вести свое хозяйство, которое может реализовывать, которое может оптово закупать упаковку или какие-то еще другие вещи, оптимизировать или минимизировать их затраты. Поэтому здесь вот, скажем так, должна быть такая комплексная работа и подход. У нас еще же есть и личные подсобные хозяйства. Какую поддержку можем им оказать? Да, ну сегодня хороший вопрос. И сегодня, конечно, само государство, там Российская Федерация, субъект Российской Федерации, Краснодарский край, город, конечно, мы сегодня ставим вопрос и импортное завещение с одной стороны, да, и, конечно, мы сегодня обратились к нашему сельхозпроизводителю. Поддержка сельского хозяйства, это компетенция субъекта Российской Федерации, то есть Краснодарского края, там работают более десятка программ по разным направлениям. Но в городе есть у нас управление сельского хозяйства, есть консультационный пункт, где специалисты могут проконсультировать наших жителей о тех программах, которые есть, рассказать, как готовить те или иные документы и получить поддержку. То есть реально есть люди в городе, которые получали и получают эту поддержку, связанную со строительством теплиц, закладки садов, разведение пчел, ну и еще ряд направлений, которые возможны. Поэтому мы приглашаем людей, которые готовы и хотят заниматься в структуры, или там можно в наш комитет, да, но лучше, конечно, лишнего был первоисточник, то есть в управление сельского хозяйства, где компетентные специалисты могли бы проконсультировать, и в крае заложены средства на поддержку и в том числе малых форм хозяйственных, как ЛПХ. То есть менталитет меняется у наших предпринимателей, они уже понимают, что на сельском хозяйстве тоже можно неплохо заработать сегодня. Да, думаю, что меняется, но хотелось бы, вот знаете, вот в целом скажу, меняется, да, там проезжая, езжа в различных городах, мы видим продукцию и так далее, и так далее. Город Сочи, он немножко, ну, необычный. Единственная город, да, или территория в Российской Федерации, где произрастает чай. Сегодня доказано, учитывая, что кризисные, есть предприятия, которые в нашем городе, которые уже получили не только российские сертификаты, и международные сертификаты, качества, где признано, что это экологически чистый чай. Ну, может быть, от добра добра не ищут, из-за того, что мы, не хватало денег у нас на всякие химикаты, и так далее, и так далее, у нас уже в городе растет чай, адаптировался, который не требуется, или уже выращивают его без химикатов. Действительно, настоящие, экологически чистые. И это наш бренд. И, конечно, сегодня нужно поддерживать, чтобы наши крупные сельхозпроизводители, у кого есть чайные плантации, выходили на российский рынок, да, прежде всего, и жители России пользовались этим продуктом. Но не все же сельхозпроизводители, которые, да, работают на земле, они содержат эту землю правильно. Какой-то ведется учет земель сегодня в нашем городе, и как депутаты в этой работе участвуют. Я знаю, что создана, да, рабочая группа, которая инвентаризирует все эти земли. Об этой работе, пожалуйста, подробнее. Да, но вы знаете, что даже вот последнее послание президента Российской Федерации, там он заострил и очень много времени уделил, что есть много у нас земель сельхозназначений, и она используется, ну, никак не используется, но у этой земли есть собственники. В том числе и такая же ситуация в нашем городе. Ну и у нас есть сюжет на эту тему, предлагаю посмотреть. Здесь мы будем огораживать его. То есть, ну, в течение следующего месяца уже здесь будет стоять забор. Здесь будут расширенные пруды коп, они здесь родники есть, да, которые мы планируем поливать. Руководитель предприятия «Адлерский чай» словно отец все 9 месяцев возрождал эту землю. Сельскохозяйственные работы на этом поле площади около 10 гектаров не производились со времен Советского Союза. На то, чтобы вспахать целину, ушло немало сил. Но труд того стоит, говорит Александр Бубко. Ведь планы у аграриев намечены на несколько лет. Наша задача – посадить сад, то есть многолетники. И очередная задача, так скажем, перспективное направление – это наши субтропические культуры. То есть это цитрусовая и хурма. В частности, сейчас у нас есть контракт контракт на посадку многолетников, именно хурмы плоской, на 110 гектаров земли. И вот мы начинаем осваивать. В этом году мы заложим первые 10. Следующий год будет 50 и еще 50. То есть к 2017 году. Таким образом, с каждого гектара планируется собрать порядка 50 тонн фруктов. Первые 3000 саженцев хурмы украсит это поле уже в ноябре. Параллельно ведутся переговоры с питомниками на поставку цитрусовых. Но эта субкультура будет высаживаться только в следующем году. А пока целине нужны дожди, обработка, добрые руки и, конечно же, охрана. Поэтому в сельских советах проведут встречу с местными жителями и предложат им работу. А в будущем года через 4 на этих местах хотят запустить агротуризм. У нас акционерное общество, которым досталось с советских времен эти предприятия по 700, по 600, по 800 гектаров земли. И если мы сегодня, проживая в городе, понимаем, что сегодня даже и 30% площадей этих не осваиваются. То есть не могут, не осиливают. Поэтому, конечно, сегодня стоит задача и губернаторам Краснодарского края, и городскими властями поставлена задача проинвентаризировать эти земли. Посмотреть, ну как мое понимание, сколько нужно тому предприятию, которое сегодня есть базовое, да, там, ну, некий там, ну, скажем так, чайный совхоз, да, без наименования, если сказать. У них есть, например, на балансе там 700 гектаров, а сегодня там 150-200, остальные пустуют, зарастают. То есть мы должны сегодня привлечь его, понимать их перспективу развития, оставить, к примеру, там, осваивают 150-200-300 гектаров, а 200-300, пустить в свободный оборот. Но мы должны это доказать. Сегодня есть все законодательства, и мы, я как раз возглавляю эту комиссию по вот земель сельхозназначения, которые не по целевому использованию земли, мы будем комиссионно выезжать, смотреть в рамках действий законодательства, предлагать владельцам этой земли отказаться от определенной части, которую они не могут использовать, и через некие конкурсы, там, торги, да, предлагать бизнесу, который готов зайти в город Сочи, строить там теплицы, закладывать сады, то, что сегодня востребовано и нужно городу Сочи. Когда эта работа начнется? Эта работа уже началась, мы, первое заседание уже этой работы провело, прошла комиссия, вот, в администрации города работает тоже такая комиссия, в крае работает комиссия, то есть эта работа пошла. Сегодня мы анализируем, мы запросили все структуры, которые связаны с этим вопросом, посмотреть, что они делали, вот, и после этой работы посмотреть, сделать план работы по, уже рассматривать конкретные предприятия для того, чтобы мы могли запустить в оборот, ну, я думаю, что у нас реально 500-600, а может и больше гектаров можно было бы запустить в оборот, предложить бизнесу на открытых торгах с какими-то, наверное, конкурентными делами, бизнес-проектами для того, чтобы в Сочи заработало сельское хозяйство. Иван Леонидович, ну, время нашей передачи подходит к концу, и хотелось бы в завершении ее подвести, такой небольшой итог нашей беседы. Впереди у вас пять долгих лет работы, да, в комитете. Какие основные задачи, вот, вы сейчас видите, которые нужно решить в ближайшее, в самое ближайшее время? Ну, как я сказал в начале передачи, о том, что мы в настоящее время, ну, анализируем ту ситуацию, которая есть. Ну, уже материал у нас набирается, и, как я сказал, что мы сейчас пытаемся, ну, разговариваем, сотрудничать с нашими научными учреждениями, и в ближайшее время, я думаю, что в начале года мы сформулируем техническое задание на разработку, вот, стратегии развития сельских территорий с разделом развития сельского хозяйства. Какие могут быть предприятия, да, вот, стать точкой роста, базовым, в каком селе, какое предприятие, может быть, какое-то село можно привлечь, да, или попросить, чтобы сделать мини-пекарню, то есть по хлебу, и вот, которая даст жизнь вот селу, да, или, как я говорил, там, что-то связанное еще с другими производствами, которые у нас есть. И вот, может быть, даже, ну, это вот мы так нащупываем, да, но хотелось бы, чтобы у нас наше научное сообщество вот дало определенные рекомендации или какие-то прогнозы, по какому пути можно было пойти на основании вот этих концепций и предложений, которые нам и жители могут давать, да, и мы будем спрашивать, и научные сотрудники, да, там, ученые наши, преподаватели, как они видят эту ситуацию, сделать какую-то реальную программу с возможностями, там, бюджета или привлечения инвестиций, чтобы вот эти сельские территории комплексно развивались. Мы должны для каждого населенного пункта найти вот эти точки роста. То ли это сельскохозяйственный туризм будет, да, то ли это село, которое просто будет прославлено чем-то, что-то выращивают и поставляют сюда нам к морю. Вот эту точку мы должны нащупать и вместе с жителями сообща найти. И должна быть совершенно нормальная программа, тем более, что сегодня есть вся возможность, государство сегодня вот сельскохозяйство поддержит. Вот в рамках вот этой поддержки, государственной поддержки, частные инициативы и люди, которые живут на земле, плюс муниципальная поддержка, да, в понимании вот этих вещей, мне кажется, могли бы дать хороший результат, когда наши жители сельских территорий могли бы жить, ну, зажиточно, достойно и с достойной заработной платой. И сколько депутатов будет заниматься этими вопросами? Ну, наш комитет 5 человек. Вот, мы на первом заседании определенные вопросы расставили, кто какие-то темы на себя взяли, да, поэтому мы у нас, так как бы, ну, есть кто предпринимателями больше, кто с сельским хозяйством, кто с предприятиями, вот. Ну, в целом мы как коллективный орган, да, я представитель комитета, а не единоличный. Поэтому мы большинство вопросов рассматриваем сообща. Вот сегодня управление сельского хозяйства у нас было, как раз мы рассматривали бюджет, возможности бюджета на следующий год, что мы могли бы как поддерживать, да, вот. Поэтому только сообща, вместе с все ветви власти, да, и городское собрание, администрация города, в сельском хозяйстве, администрация края, законодательное собрание края, вот сообща, если мы эту программу и концепцию утвердим, и, наверное, презентуем и в крае, чтобы понимали, какие вещи мы могли бы сегодня делать, получить определенную поддержку. И я думаю, что у нас есть будущее сельского хозяйства, сельских территорий. Это замечательно. Ждем результатов с нетерпением. Будем стараться. Спасибо вам большое за очень интересный и, главное, полезный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был председатель комитета городского собрания Сочи по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству Иван Леонидович Савин. И на этом время нашей передачи «Истекло». С вами была Ольга Десятого. Будьте в курсе всего того, что происходит в нашем городе Сочи. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин